Привет-привет! Сегодня хотели бы предложить вам не традиционные новости из мира электромобилей за прошедшую неделю, а специальный выпуск. В нем мы собрали все премьеры в электромобильном мире, которые прошли за прошедшие три месяца. Такую подборку планируем в дальнейшем делать постоянно. С вами канал Мегаэлектрик, меня зовут Алиса, и мы не задерживаемся. Начинаем! Итак, первый зимний месяц, еще 2020-го, нас не порадовал никакими серьезными премьерами. Понятное дело, что все погрузилось в затишье перед наступлением католического Рождества в Европе, а потом и наступление Нового Года по всему миру. Поэтому автомобильные производители не готовили громких премьер. Но все равно за декабрь отметились три, скажем так, оригинальных электрокара. Первым стал Jaguar Vision Gran Turismo SV, двухместное спортивное купе. Этот гоночный электромобиль разработали вначале для компьютерной игры Gran Turismo. И задумка оказалась настолько удачной и популярной, что британцы решили воплотить это авто в металле. У купе вытянутый профиль с длинным капотом и плавными обводами кузова. Площадь остекления небольшая, а вместо дверей откидной колпак, как в самолете. Сзади обращает из себя внимание регулируемое антикрыло с выдвижными секциями. Jaguar Vision получил полный привод благодаря четырем электромоторам, по одному на колесо, общей мощностью 1903 лошадиные силы. Интересно, что у каждого мотора своя одноступенчатая трансмиссия. Разгон до 100 км в час занимает 1,65 секунды, а максимальная скорость составляет 410 км в час. Все это пока что виртуальные показатели. Да, электромобиль существует в металле, но на реальном треке его еще никто пока что не видел. Но в декабре практически неожиданно для нас был представлен и более реалистичный электромобиль. С начала зимы Toyota запустила в производство уж очень компактный электромобиль C-Plus Pot. Его длина всего 2,5 метра, ширина 1,3 метра и высота 1,5 метра. Весит он всего 690 кг. Дизайн необычный, с большим углом наклона лобового стекла и массивными бамперами. Продолговатые светодиодные фары растянуты на крылья, а фонари установлены в стойках крыши. В той модели в Toyota попытались воплотить идеал электромобиля для сервисов проката. В отделке салона использованы стойки и к повреждениям материалы. Но даже в базе в таком электромобильчике есть кондиционер и подогрев сидений. На задней оси установлен электромотор мощностью 12,3 л.с., максимальная скорость 60 км в час. С такими характеристиками и размерами электромобиль Toyota S-Plus Pot классифицируется как квадроцикл во многих странах, что позволит уменьшить стоимость страховки и налогов. Литий-ионная аккумуляторная батарея емкости 9,1 кВт-часа обеспечивает запас хода в 150 км. Зарядка от бытовой электросети занимает 5 часов. Первыми Toyota S-Plus Pot в 2021 году получат корпоративные клиенты, такие как те же сервисы проката и доставки. Свободные продажи электромобиль Toyota появятся лишь со следующего года. Вторым нестандартным авто за декабрь стала разработка от Nissan. Японцы показали, как мог бы выглядеть спорткар GT-R в 2050 году. Как видите, концепт-кар Nissan GT-RX кардинально отличается от нынешней модели. Это одноместный болид длиной почти всего 3 метра, шириной в полтора метра, а высота не более 66 сантиметров. Он отличается экс-образным дизайном с разнесенными по углам кузова 21-дюймовыми колесами. Электромобиль от Nissan одноместный, причем водитель не сидит, а лежит на животе. Для него разработаны специальные умные костюм и шлем. Они якобы позволяют подключить мозг к компьютеру автомобиля и управлять им силой мысли. Понятное дело, что те характеристики Nissan GT-RX не называются, так как их просто нет. И, конечно, этот прототип как минимум в ближайшие несколько лет не станет серийным. Вот такой был небогатый и, скажем, не особо интересный декабрь, еще 2020-го. Но вот буквально начало января 2021-го просто-таки удивило. И сделал это производитель из Китая. Компания NIO представила электрический седан NIO ET7. Создатели называют его конкурентом, сопоставимого по размерам Tesla Model S. Автомобиль отличается вытянутым профилем и аркообразной крышей. Такой силуэт способствует хорошей аэродинамике. Коэффициент лобового сопротивления равен 0,23. Обращают на себя внимание тоненькие светодиодные фары и фонари, которые растянуты на всю ширину кузова. В отделке салона сочетаются кожа и полированный алюминий. Обод руля плоский снизу, а передние сидения разделены высоким тоннелем. Но самое главное в NIO ET7 это не отделка салона или же полный привод. Благодаря двум электромоторам общей мощностью 653 л.с., а твердотелая аккумуляторная батарея, которая в ближайший год сможет обеспечить, как отмечает производитель, пробег в 1000 км на одном заряде. И все это благодаря батарее емкостью в 150 кВт-часов. При желании можно взять электромобиль и аккумулятором меньшей емкости. К примеру, 70 кВт-часов обеспечивает запас хода в 500 км, а батарея на 100 кВт-часов даст пробег в 700 км. Кроме того, покупателям предложат сервис быстрой замены батарей на специальных станциях. Электромобиль поступит в продажу в первом квартале 2022 года. Стоимость стартует с 69 тысяч долларов. В январе выкатили свою новинку и немцы из Mercedes-Benz. Они продолжают наполнять электрическую линейку EQ. В ней уже есть модели EQC, EQV, а на очереди и лифтбэк EQS. Во втором месяце зимы мы же увидели Mercedes-Benz EQA. Много внимания мы не уделим этой модели, так как электромобиль EQA построен на базе модели с двигателем внутренним возгоранием. Одним словом, это электрическая версия кроссовера GLA. Если в экстерьере электрокар от MERS еще чем-то отличается от топливной версии, то внутри отличий от GLA совсем практически нет. Они сведены к особым вариантам отделки и измененной графике цифровой панели приборов. Что же немцы поставили в этот кузов вместо дымящего движка? Базовый переднеприводный вариант получил электромотор мощностью 190 лошадиных сил. К нему в пару в кузов поставили литий-ионный аккумулятор емкостью 66,5 кВт-часов. Как итог, запас хода около 425 км. Анонсирована и полноприводная 272-сильная версия с запасом хода около 500 км. Зарядка от быстрой станции на 80% занимает 30 минут. Электромобиль Mercedes-Benz EQA начнут продавать в Европе уже в конце весны. Цена стартует 40 тысяч евро. Февраль порадовал нас в первую очередь новинками из США. Концерн GM и входящая в его состав марка Chevrolet 14 февраля презентовали электромобиль Bolt 2-го поколения и новую модель Bolt EUV. Электрический хэтчбэк Bolt получил только фейслифтинг. При этом вторая новинка – это неувеличенная версия хэтчбэка. А модель EUV построена на базе топливного авто Buick Encore 2-го поколения. Понятно, что вместо решетки радиатора Bolt EUV – пластиковая заглушка. Рельефная пятая дверь сверху прикрыта спойлером, а продолговатые фонари соединены черной вставкой. В салоне выделяется руль, он плоский снизу, а вместо рычага трансмиссии – набор кнопок. Для новичка Bolt EUV решили не мудрить и дали ему тот же электромотор, что и у Chevrolet Bolt. Он выдает 204 лошадиные силы. Литий-ионная батарея емкостью 65 кВт-часов обеспечит запас хода в 402 км. Подзарядить электромобиль на 38% можно за полчаса. В отличие от бензинового собрата, Bolt EUV доступен только с передним приводом. Новинки от Chevrolet поступят в продажу в США с лета. Стоимость электрокара Bolt стартует с 34 тысяч долларов, а новая модель будет на несколько тысяч дороже. И февральская новинка от немцев. Но в этом случае это не такая уж и новинка, так как в Audi показывали этот электроседан со всех сторон последние 4 месяца. Бренд четырех колец продолжил расширять электрическую линейку e-tron. И сделал он это с помощью седана Audi e-tron GT. Он стал самым быстрым и самым дорогим электромобилем от Audi. Электроседан будет отличаться в потоке дизайном. Благодаря купеобразной крыше, высокой оконной линии и слегка приподнятой задней части. Раскосы, светодиодные фары, расширенные колесные арки и фонари на всю ширину кузова – это черты современного стиля Audi, которые воплощены и в новом электромобиле. Объем багажника равен 405 литрам. А так как модель изначально задумывалась как электромобиль, то есть и передний багажник объемом 85 литров. Запланированы две версии электромобиля, обе с двумя моторами и полным приводом. В начальном варианте e-tron GT мощность равна 476 лошадиным силам. В Audi RS e-tron GT общая мощность электромоторов уже почти 600 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час у базовой модификации занимает 4,1, а у версии RS – 3,3 секунды. Максимальная скорость – 245 и 250 км в час соответственно. Аккумуляторная батарея емкостью 86 кВт-часов обеспечивает запас хода в 487 км. Для обычного e-tron GT у RS будет на 15 км меньше. Зарядить электромобиль Audi на 80% от быстрой мощной станции постоянного тока можно за 23 минуты. Из технических особенностей стоит выделить то, что Audi e-tron GT получил одноступенчатую переднюю и двуступенчатую заднюю трансмиссию, а также спортивный дифференциал и адаптивные амортизаторы. В версии RS есть пневмоподвеска, а за доплату предложены управляемые задние колеса и карбоново-керамические тормозные диски. Из непонятных нам фишек есть специальная аудиосистема, которая позволяет имитировать звук разных типов двигателей на жидком топливе. Новый Audi e-tron GT уже доступен для заказа по цене от 100 тысяч евро. И завершила февральский дебют электромобилей долгожданная новинка от Hyundai. В основе электрокроссовера Hyundai Ioniq 5 лежит полностью новая платформа EGMP, созданная специально для электрокаров. Видите, в экстерьере выделяются углы, а передние и задние стойки также с относительно большими углами наклона. Есть и особые детали, например, пиксельная светодиодная оптика спереди и сзади. Колесные арки слегка увеличены, а бока имеют четкие штампованные линии. Интерьер получился весьма лаконичным, как и задумывали корейцы. Руль двуспицевый, а на рулевую колонку вынесен селектор трансмиссии. Большие 12-дюймовые дисплеи цифровой приборной панели и мультимедийные системы сгруппированы в один блок. Что становится современным трендом в автомобилестроении? Есть и проекция данных на лобовое стекло. Интересно, что передние сидения можно разложить вплоть до упора. Кресла второго ряда получили горизонтальную регулировку. Объем багажника 531 литр. Можно получить дополнительную 1000 литров, если сложить задние сидения. Есть и передний багажник, но это скорее небольшая ниша, так как в заднеприводной версии это 57 литров, а в полноприводной в два раза меньше. Электромобиль Hyundai IONIQ 5 доступен в четырех модификациях. Заднеприводные версии оснащены одни моторы мощностью 170 или 218 лошадиных сил, а полноприводные само собой двумя электродвижками общей мощностью 232 или 306 лошадиных сил. Самый мощный IONIQ 5 разгоняется до 100 км в час за 5,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 185 км в час. Моноприводная версия с мотором на 168 электролошадок и полноприводная на 232 лошадиные силы получили батарею емкостью 58 кВт-часов, а в двух других более емкая – на 72,6 кВт-часов. Официально пробег назван только для одной версии, а именно моноприводной со второй батареей. У такой модификации запас хода значится в 480 км. Зарядка от станции мощностью до 350 кВт восполнит батарею на 80% за 18 минут. Электрокроссовер IONIQ 5 поступит в продажу уже этим летом. Стоимость базовой версии составит около 40 тысяч долларов. Итак, это были все электромобили и электропрототипы, которые мы увидели впервые за эту зиму. Такую подборку планируем в дальнейшем делать постоянно, то есть 4 раза в год. Если понравилась наша задумка, поддержите нас лайком и мотивирующими комментариями. Пока-пока!